Школьный футбол набирает популярность. Этому во многом способствует реализация проекта «Мини-футбол в школу», который существует уже более 10 лет. В эти дни в Нерюнгре проходит третий этап соревнований. Подробнее в сюжете наших нерюнгринских коллег. Концепция общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» предполагает обеспечение двигательной активности и укрепление здоровья школьников путем внедрения этого вида спорта в систему внеклассной физкультуры. В этом году 12 лет этому проекту. У нас в области где-то 7 или 8 год уже играют ребята. В целом очень проект интересный, хороший. Единственное, что девочек у нас пока в области еще команда ни одной не образовалась школьной. 19 команд и более 200 школьников приехали в Нерюнгре побороться за чемпионство по программе «Мини-футбол в школу». Победители третьего этапа получат путевку уже на всероссийский турнир. Сахалин у нас представлен тремя командами, двумя командами мальчиков, команда девочек. В Магадан команда мальчиков приехала, Камчатка прислала своих представителей, Хабаровский край, Приморья, Благовечество. В принципе, очень представительный турнир у нас получился в этом году. С каждым годом количество участников растет. Сегодня футбол уже не является сугубо мужским видом спорта, поэтому в школах также создаются женские команды. Школьникам из спортивных школ и профессионалам участие принимать нельзя, поэтому борьба за мяч на поле проходит на равных. По регламенту запрещено им играть. Профессиональные футболисты, они уже считаются профессиональными футболистами, у них есть карточка игрока, они не могут принимать участие. Эта программа именно нацелена на массовый спорт, на школу в целом, то есть как бы на, ну не на профессионалов, можно так сказать. Проект «Минифутбол в школу» – это еще одна возможность находить потенциальных и перспективных футболистов во всех отдаленных уголках нашей страны, которые в будущем будут представлять российский минифутбол на международном и мировом уровне. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгре.